В городской думе состоялось первое заседание депутатов седьмого созыва. Не допустить распространения опасного заболевания. В Сарове проходят рейды по проверке соблюдения масочного режима. Стали ближе. В рамках празднования 75-летия атомной отрасли Саров посетили победители конкурса «Атом рядом». Далее расскажем обо всем подробно. Гимн России. Поздравления от директора ядерного центра и председателя территориальной избирательной комиссии. Сразу же после обновленный депутатский корпус приступил к рассмотрению повестки. Центральное место в которой занимали вопросы о внесении изменений в регламент Думы и утверждение положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Напомним, в ноябре Саров переходит на одноглавую систему управления. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе. Мы это подчеркиваем, потому что на сегодня без альтернативной основы не предусмотрено произбрание главы города. В конкурсную комиссию по отбору кандидатов будет входить 9 человек. Три депутата городской думы, три представителя будут направлены губернатором Нижегородской области и еще три от госкорпорации «Росатом». Правом выдвигать кандидатов на должность главы города является только перечень закрытой по региональному закону, губернатор Нижегородской области, объединение депутатской фракции в городской думе. Депутаты городской думы не менее одной трети от численности, то есть у нас это 34 за 12 человек, могут выдвинуть своим решением, предложением кандидатов, это политические партии и иные общественные организации. По сравнению с прошлым выдвижением пятилетней давности, сейчас не предусмотрено выдвижение, самовыдвижение. Невозможность самовыдвиженцам участвовать в конкурсе на должность главы муниципалитета вызвала жаркие споры среди депутатов. То есть самовыдвижение ограничить, на самом деле, противоречивший финальный законодатель, по-твоему, ограничивает права граждан на выдвижение на различные выборные годы. В принципе, Конституции 19 статьи 2 права граждан будут установлены, в том числе быть избранными, то есть все равны в равных правах. В данном случае еще и 131 закон, именно нам права дает устанавливать порядок работы и проведение конкурса. И там нет никаких ограничений по тому, кто имеет право участвовать в конкурсе. Сегодняшний проект решения, то положение, которое предложено, прошло юридическую экспертизу. Есть человек, который абсолютно точно отвечает за то, что там написано. Это руководитель аппарата Городской думы. Все проекты решения, чтобы тоже депутаты, кто вновь избран, они отсылаются в прокуратуру города Сарова. В прокуратуре тоже эти проекты решения смотрят. И нет сегодня, насколько я понимаю, никаких замечаний оттуда. После активных обсуждений положение о порядке проведения конкурса утвердили большинством голосов. Прием документов от кандидатов на должность главы города стартует 1 октября и продолжится до 29 октября. Голосование будет открытым. Претенденту для победы нужно будет набрать 18 голосов депутатов. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Строительство ФОКа стоит на первом месте в списке строительства физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Нижегородской области. Так что при появлении финансов в областном бюджете они должны быть направлены в первую очередь на строительство Саровского ФОКа. Денис Москвин отметил, что реализация программы комфортной городской среды очень востребована и будет продолжена в 2021 и 2022 годах. И темпы будут только наращиваться. Задача – создание новых общественных пространств. За последние 2-3 года, мне кажется, мы взяли уже неплохой темп по благоустройству. Будем его наращивать. Считаю, что необходимо увеличивать финансирование в рамках проекта «Безопасные, комфортные дороги. Конечно, дорожное строительство внутри города Сарова нужно увеличивать. Не все дороги находятся в том состоянии, в котором они должны быть, в отличие от тех же федеральных трасс». В планах провести совместное совещание с министром транспорта Нижегородской области. Помимо развития города, журналистов волновала и федеральная повестка. Свистные новостные сайты пестрят информацией о досрочных выборах в Госдуму. В никаких дополнительных датах, я слышал, что назывался и апрель, и март, пока речи не идет. Если какие-то решения будут приниматься в связи с эпидемиологической обстановкой или необходимости корректировать даты голосования с учетом школьных каникул, потому что вы знаете, что задействованы школы с учетом трехдневного голосования, это не всегда удобно, то соответствующие предложения будут унесены со стороны Центральной избирательной комиссии. Будем их обсуждать и рассматривать, но, повторюсь, пока речь идет о сентябре 2021 года. Также в рамках визита Денис Москвин посетил музей Великой Отечественной войны Третьего лицея и вручил руководству учебного заведения диплом за участие во всероссийском конкурсе. С этим дипломом еще сертификат призовой на сумму 200 тысяч рублей, который уже поступил, я так понимаю, или вот-вот поступит на счет учреждения, для того, чтобы ваш музей и дальше развивался, вы могли себе позволить стенды какие-то для экспонирования. Конкурс проходил в рамках проекта «Историческая память». Участниками федерального этапа конкурса стали 148 музеев со всей России. Музей Третьего лицея вошел в число призеров финального этапа конкурса. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Мало кто задумывался об этом, но наша обыденная жизнь немыслима без атомных технологий. К примеру, без них невозможно включить свет, поставить чайник или посмотреть телевизор. Ведь каждый пятый киловатт-час электроэнергии вырабатывает АЭС. Для того, чтобы показать, как на самом деле тесно каждый из нас связан с атомной сферой и был создан конкурс «Атом рядом». Его участникам предлагалось снять видео о применении атома в обычной жизни. Для некоторых это даже стало первым шагом в изучении истории этой отрасли. Мы всегда в рутине, постоянно в рутине, да, и очень сложно вырваться. А такие конкурсы помогают нам расширить наш кругозор. Это что-то новое для меня, и я хотела бы узнать больше об этой отрасли. В конкурсе приняли участие более 10 тысяч человек из 85 регионов страны. Авторы лучших работ получили уникальную возможность побывать в городах атомной промышленности. Сотрудница РФИАЦНЕФ Ольга Забродина и специалист Центра поддержки предпринимательства Кира Доброва попали в число победителей. И в составе делегации Нижегородской области побывали в городе Сосновый Бур Ленинградской области. В Саров приехали сразу три делегации. Илья Кислый – ведущий инженер-технолог на Яйвинской ГРЭС. Тепловой электростанции в Пермском крае. По словам молодого человека, на создание ролика у него ушло всего 15 минут. Но этого оказалось достаточно, чтобы попасть в число лучших. Работа у меня была про спектроанализатор, который посредством атомов определяет структуру материала, то есть металл. Это связано непосредственно с моей работой, потому что я работаю в отделе технической диагностики. Мы по своей работе определяем металл. 8,5 часов перелета до Москвы. Еще 5 до Нижнего Новгорода. И 3 часа на автобусе до Сарова. Татьяна Загурская вместе со своей делегацией приехала к нам в город из Чукотского автономного округа. По образованию Татьяна инженер. И узнав о конкурсе «Атом рядом», посчитала свое желание принять в нем участие вполне логичным. Мой ролик был о ученых. О вкладе именно каждого человека, в том числе теоретика. Потому что некоторые имена, фамилии такие как Курчатов, Сахаров знают все. Но это была очень-очень большая группа ученых, в том числе теоретиков. Для меня это в первую очередь был Ландау. Лев Ландау, потому что изучая теоретическую физику еще в университете, я наслушалась, уравнения нарешались. Такие, которые, ну, наверное, трудновоспринимаемые для многих, но это очень-очень интересно. Посвятить свою работу человеку, который внес свой вклад в развитие атомной промышленности, решил и Ярослав Салеев из Оренбурга. Вот только героем его ролика стал не именитый ученый, а друг семьи и непосредственный участник тактических учений с применением ядерного оружия. Ролик назывался «Атом. Музыка. Мир». И я решил немного отойти от рамок и рассказать историю одного из наших знаменитых композиторов Оренбуржья, Алексея Федоровича Цибизова. В 1954 году, как военный служащий, был тоже отправлен на эти испытания ядерного оружия. И как раз-таки в этом же году был произведен взрыв на Тосском полигоне близ Оренбуржья. Почему я решил именно осветить эту историю? Потому что люди должны знать, как он был нашим другом семьи, да, и чтобы о нем не забывали. И также принести дань памяти и, опять-таки, для восторга таким человеком. В Сарове всех участников конкурса ждала обширная культурная программа. Экскурсии по святым местам, Диевеевскому монастырю, Свято-Успенскому монастырю в Саровской пустыне и, конечно, в Музее ядерного оружия. Место, где собрана вся история нашего советского атомного проекта. Первое впечатление было вау, потому что, во-первых, попасть сюда – это тоже немало значит. И первое впечатление о том, как нам это преподнесли и как нам рассказали – просто будоражит. А прям сразу с входа уже я почувствовал какую-то особую энергетику того, что здесь происходит и что нам могут здесь рассказать. Успели побывать в монастыре. Конечно, очень впечатляет. Особенно подземный храм очень впечатлил. У нас такого, я думаю, что мы нигде больше не увидим. На первый взгляд, город очень отличается чистотой. То есть у вас все аккуратно, все прибрано, большинство отреставрировано. В наш закрытый город не такой. Он, во-первых, меньше, он не так развивается, как вы. Также ребята посетили художественную галерею, покатались на коньках в Ледовом дворце. Конкурс «Атом рядом» показал, что об атомных технологиях можно говорить простым языком. А главное, он подарил студентам, педагогам, музыкантам, рабочим со всей страны уникальную возможность побывать в закрытых городах. И своими глазами увидеть места, где создавался ядерный щит нашей страны. Пока тепло поступило не во все квартиры и дома, саровчане начали активно использовать обогреватели. Выход техники из строя – короткое замыкание. Частая причина – пожаров в осенний-зимний период. В прошлом году из-за нарушения правил эксплуатации устройства электрооборудования произошло 9 возгораний. За аналогичный период в этом году – 17. На территории Сарова наиболее распространенная причина пожаров – это неправильная эксплуатация бытовых электроприборов, таких как электрообогреватели и другое электрооборудование. Люди, уходя из дома, забывают выключать электрические приборы, оставлять без присмотра и их вытаскивать из розетки. Если погреться все-таки хочется, обогреватели нужно ставить подальше от мебели и занавесок, не включать несколько электроприборов в одну розетку одновременно и не оставлять технику в рабочем состоянии без присмотра. Еще одна причина возгорания – неправильная утилизация бытового и строительного мусора – осенние листвы земельных участков. Чаще всего жители города сжигают эти отходы. Чего делать нельзя. Если на территории участка скопился какой-то мусор, сжигать его категорически запрещено. Его необходимо утилизировать любыми другими доступными способами – либо вывозить, либо закапывать. За нарушение правил благоустройства города предусмотрена административная ответственность в рамках кодекса об институте правонарушениях Нижегородской области, за который штрафует администрация города Сарова. За 2019 год пожары нанесли саровчанам ущерб в почти 4,5 миллиона рублей. Спасатели просят жителей города ответственно относиться к жизням, здоровью и имуществу. Регулярно информируют о мерах безопасности. Необходимо помнить, что оставляя электрооборудование в квартире, тлеющие костры на дачах и на территории частного сектора, вы подвергаете риску себя и окружающих. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Еще до прибытия медицинского автобуса возле магазина «Пятерочка» на Ленина начал собираться народ. Бесплатно привиться сюда пришло более 50 человек. И пока автобус стоял на парковке, к нему подходили все новые люди. Я пришла прививку сделать от гриппа, потому что сейчас в эпидемию очень популярна данная прививка, и делают бесплатно абсолютно. Конечно, вот такие прививки очень удобно делать, чтобы не только туда идти, где много больных, и можно заразу подцепить, а на улице, мне кажется, даже это намного безопаснее. Прививаться в наше время нужно, чтобы не заболеть, но профилактически это. Без предварительной записи можно было зайти в кабинет на колесах и после медосмотра получить укол. Саровчане в возрасте до 60 лет прививались на выборы вакцинами «Флюэм» или «Савигрипп». Горожане старше 60 лет – только вакцины «Савигрипп». Вакцины у нас обе инактивированы, содержат два штамма вируса, вируса типа А и типа Б. Вирус, штамм типа А содержит штамм H1N1 и H2N3. Значит, ну вакцины, я думаю, переносятся хорошо. Честно говоря, я не рассчитывала, что сегодня будет столько желающих, для меня прямо это открытие. Обычно как-то у нас люди скептически к этому относятся. Сегодня я приятно удивлена. После укола врач инструктировал саровчан, как грамотно вести себя после прививки, чтобы не навредить здоровью. Мобильная бригада медиков дежурила и в старом, и в новом районе города. Все как на едином государственном экзамене. На столе лежат бланк, черная ручка и паспорт. Нет только номерков. В аудиториях с РФТИН и ЯУМИФИ проходят пробные тестирования по ОГЭ и ЕГЭ для выпускников девятых и одиннадцатых классов. Целью, чтобы дети, наши школьники, проверили свои знания, посмотрели, на каком уровне они сейчас находятся, ну и построили свой план работы на будущее. На что им нужно обратить внимание, какие предметы им могут даваться проще, какие предметы у них даются более сложно. Такой формат тестирования сотрудники факультета до вузовской подготовки проводят впервые. Учащиеся выпускных классов смогли проверить уровень своих знаний по семи дисциплинам на выбор. Математика, физика, биология, химия, история, общество знания, английский язык. Задания тестов составлены в соответствии с требованиями КИМО в 2020 году. На пробный экзамен в СРФТИ пришло более ста выпускников. Хочу написать пробники по обществу знаний и математике. Хочу попробовать свои силы и понять, на чем нужно работать, а что я уже сто процентов знаю. Сегодня буду химию писать. В медицину хочу пойти. Мне нравится это направление. Очень здорово, что у нас есть сейчас такая возможность, чтобы заранее оценить свои шансы, понять, насколько сейчас мы пишем эту работу. Я пришла именно за этим. Разбор результатов тестирования пройдет 1 и 2 октября в СРФТИНе Яуми ФИ в 402 аудитории. Следующие пробные ЕГЭ и ОГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов пройдут весной 2021 года, но уже на платной основе. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Выполнение заданий конкурсантами и оценку эксперты записывали на видео. В этом году организаторы финала национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia-2020» впервые в мире создали и применили на практике дистанционно-очную распределительную технологию проведения соревнований и оценки конкурсантов. Было три камеры стационарных, которые наблюдали за участником, и оценивающие жюри, в которые ходили ряд экспертов, они за этим за всем наблюдали. Ну и плюс мобильные камеры. Из-за пандемии не получилось собрать всех конкурсантов в одном месте, поэтому финалы проходили в регионах. В Нижегородской области заключительный этап конкурса профессионального мастерства по стандартам WorldSkills проходил на 14 площадках. Выпускник Саровского политехникума Дмитрий Матвеев участвовал в конкурсе по компетенции «Электромонтаж». По характеру немногословный он и во время съемок репортажа предпочел показывать, а не рассказывать о том, как готовился к соревнованиям. В конкурсном задании нужно было выполнить монтаж осветительного щитка и монтаж силового щита. Все оборудование было полностью собрано, было подано напряжение. Он сам, опять же, проводил пусконаладочные испытательные работы, сдавал нам схему, выполнял программирование своих этих установок. Жюри не зачли Дмитрию только одну из порядка 40 функций, которые должны были быть заложены в программировании установок. Как итог, третье место в конкурсе. Но преподаватели его подопечные результатом довольны, так как в компетенции «Электромонтаж» традиционно большая конкуренция. Елена Грецкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Из лекции Озельдовича ребята узнали, что физик создал модель распространения плоской детонационной волны в газе. Подкаст про Сахарова рассказал о создателе водородной бомбы. А акция «Ученый фронт. Все для мира» открыла для ребят важность проделанной саровскими учеными работы. К 75-летию атомной отрасли библиотека имени Пушкина провела целую серию мероприятий, которые помогли школьникам погрузиться в историю советского атомного проекта. Мы очень хорошо проработали, глубоко проработали краеведческую литературу, а краеведческая литература – это достаточно сложная литература, которая посвящена этим ученым. Мы ее переработали, адаптировали для школьников вот таким образом. То есть вот эти познавательные подкасты, или иными словами, аудиостранички, которые выставляются в интернете, это адаптированный материал, который могут прослушать в том числе и школьники, рассказанные более понятным языком. Послушав беседы и передачи, школьники создали тематический синквейн – стихотворения, написанные по определенным правилам. Его ребята разместили на праздничных почтовых открытках, которые отправили в детские библиотеки городов присутствия Росатома. Будет интересно их получить, так как отправляются из другого города, и им будет приятно, что о них знают и отправляют из совершенно другой части страны вот такие открытки. Оставшиеся открытки с поздравлениями и секвейнами ребята вручали прохожим. На протяжении 33 лет Надежда Лагутина учит юных саровчан играть на скрипке в детской музыкальной школе имени Балакирева. Детство преподавателя прошло в городе Чайковском, где она и начала свой путь в мир мелодий. В семь лет мама отвела Надежду в музыкальную школу. Потом девушка продолжила заниматься в училище, закончила Горьковскую консерваторию и приехала преподавать в наш город. Когда приехала сюда, у нас было очень много концертов. Город еще был очень закрытый, и исполнители со стороны сюда, в общем-то, редко приезжали. И вот первые концерты, которые я здесь увидела, услышала и сама в них участвовала, это были люди, которые работали как раз в музыкальной школе. Для Надежды Лагутиной музыка – идеальный синтез профессии и хобби, в который она вкладывает все силы. Скрипка – один из самых сложных инструментов. Игра на ней включает в себя комплекс разнонаправленных действий. Поэтому исполнение на скрипке требует максимальной концентрации и погружения. Сначала очень сложно. Представляете, вам нужно играть в левой руке одно, в правой – другое. Все движения разные. То есть одна рука идет в одну сторону, другая – в другую. Еще ухом надо слушать, чтобы у вас была чистая нота, потому что у нас же нефиксированный строй на скрипке. То есть вы это все пальцами должны ощущать. По мнению педагога, занятие музыкой – отличная адаптация ребенка к окружающему миру. На занятиях преподаватель помогает ученику раскрыться, найти свою индивидуальность, развить умственные и даже физические возможности. Развивается мелкая моторика, развиваются все центры мозговые, языковые, развивается структурное мышление, потом развивается пространственное видение. Мы же не только учим, как тебе нужно поставить пальчик или как вот здесь поведешь смычок. Самое главное, чему мы учим детей, это мы учим выражать свои эмоции через музыку. Ученики Надежды Логутиной часто становятся лауреатами конкурсов и фестивалей. Предела совершенству нет. Юным музыкантам необходимо ежедневно развиваться, отрабатывать навык игры, расширять свое воображение, учиться чувствовать инструмент. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Лекарства, зеркала, пищевые добавки, автомобильные покрышки. Химические элементы и связи окружают нас повсюду. Даже сам человек состоит из молекулы цепочек. Елена Полторыхина доказывает своим ученикам, что химия может быть интересной и полезной. Женщина уверена, поиск новых форм и методов подачи материала – толчок к непрерывному развитию преподавателя. В современном мире учитель – это уже человек не только, который учит других, а, наверное, тот, который очень много учится сам. Ведь сейчас в школах используют все новые информационные технологии. Это и цифровые лаборатории, интерактивные доски, компьютеры. И учитель просто обязан все это знать, чтобы быть востребованным, чтобы быть интересным для своих учеников. Елена Полторыхина в профессии больше 14 лет. Стать учителем она мечтала с детства. Главная мотивация и награды для преподавателя – повышение уровня знаний и интерес детей к предмету. Когда ты приходишь на урок, независимо, какое у тебя настроение, мы все живые люди, начинается урок, ты понимаешь, что ты отключаешься от всего. И если ты видишь вот эти заинтересованные глаза, они безразличные. Ну, наверное, вот из-за того ты черпаешь такую энергию. Просто это дает дальше стимул работать, что-то узнавать новое. Учащиеся школы номер 11 с удовольствием познают основы химии. С учениками Елена Юрьевна часто проводят эксперименты и опыты, которые так любят дети. Воспитанники ставят педагога в пример, ценят ее подход, благодаря которому некоторые школьников хотят связать жизнь с наукой. Мне очень нравится вариант преподавания химии, но также я смотрю работу на производстве, такие как наноинженерия, работу с органической химией, то есть в науку идти. Большой любовью к этому предмету я обязана моему любимому учителю, прекрасному преподавателю Елене Юрьевне. Она очень добрая, очень стильная, то есть она всегда идет в ногу с модой и очень приятный человек в общении. Я очень люблю в школе химию и считаю, что одним из важных критериев изучения этого предмета является грамотное преподнесение материала, чтобы это было просто и понятно. И я думаю, что Елена Юрьевна отлично с этим справляется. Переоценить труд преподавателя нельзя. Учитель – это наставник, заботливый помощник не только в получении знаний, но и в жизненных ситуациях. Человек, который на протяжении школьных лет пытается раскрыть в каждом ребенке индивидуальность, помогает выбрать будущий путь. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. На парковку к байкерскому клубу «Вагабонг» прибывают новые мотоциклы. Есть здесь и «Вариор» стоимостью полмиллиона рублей, и «Хёнде Сиби-400» за 150 тысяч. Объединяет владельцев этих байков одно – «Любовь к свободе». Последний раз в этом году они прокатятся по городу рыча моторами. А после шум ветра за спиной им заменят комфортные кресла автомобилей. Алексей Тагинцев впервые за руль байка сел в 14 лет. Тогда это был простой мопед, после моторный велосипед и советские мотоциклы. Сейчас у Алексея японский байк «Ямаха». Дедушка уже ему 30 лет. Это 90-го года мотоцикл. Но он ездит. Ездит очень большой, тяжелый, брутальный, хороший мотоцикл. Управлять им, новичкам, я не советую. Потому что мотоцикл тяжелый, мотоцикл имеет свой характер. В дороге он свой норов также показывает, особенно на маленьких скоростях. Алексей уверен, что у каждого мотоцикла, как и человека, свой характер и особенности. Поэтому просто так запрыгнуть на байк и помчать вдаль не выйдет. К железному коню нужно найти подход. А это дано не каждому. Это нужно почувствовать. Это должно быть в крови. У тебя должно быть желание в любом месяце, зимой, летом сесть и поехать. Любой мотоцикл нужно обкатать. И, естественно, чем человек старше, может быть, тем он становится мудрее. Ему уже не хочется рисковать. Мы уже не ездим с огромными скоростями. Мы ездим, наслаждаемся дорогой, соблюдаем правила дорожного движения. Среди брутальных байкеров на парковке можно встретить и девушек. Татьяне Безруковой любовь к мотоциклам привил дедушка. В детстве она приезжала в деревню на каникулы, садилась верхом на железного коня и представляла себя байкершей. Тогда и появилась у Татьяны мечта купить мотоцикл. Обстоятельства сложились так, что мы познакомились с моим молодым человеком. И он оказался мотоциклистом. И я увидела для себя интересную возможность воплотить свою голубую мечту в жизнь. И я должна сказать, что мотоциклы – это не просто средство показать себя как-то в этом мире ярко, интересно. А это именно образ жизни. Потому что в этом есть свой определенный драйв, кайф, свобода. Традиционно в честь закрытия сезона байкеры стройной колонны проехали по улицам Сарова. Маршрут мотоциклистов пролегал через весь город. Соблюдая правила дорожного движения, они прокатились как по старой части, так и по новому району. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. В 1986 году два Александра, Зудин и Битков создали в Сарове секцию автоспорта. Оба мужчины горели гонками и мечтали заразить этой страстью как можно больше мальчишек. В секцию приходили подростки, знакомились с ПДД и учились управлять гоночными автомобилями. Андрею Антропову, когда он пришел на первое занятие, было 28. Далеко не мальчишка, конечно, но Александру увидели в нем потенциал и азарт. С 1996 года пришел первый раз в секцию, когда мне было 28 лет. Уже как бы семья, дети уже были. Вдруг что-то решил себя попробовать в автомобильном спорте. Стало получаться. У меня первая гонка была в 1997 году. У меня там было второе место, сравнительно, первая гонка. Дальше больше. Гонка за гонкой приносили Андрею победы. 12 раз он первым поднимался на пьедестал. В 2002 году получил разряд кандидата в мастера спорта. Вдохновленные результатами ученика, создатели клуба предложили ему самому стать тренером. И вот уже больше 20 лет Андрей наставляет юных гонщиков. Стараюсь детей учить, как быстро ездить, и чтобы ездить грамотно, чтобы машина целая была всегда. И так же все это стараюсь им внушать, чтобы они все это ездили и по городу на своих машинах, уже когда станут ездить, чтобы у них все в головах все это откладывалось. Есть аккуратное вождение, и берешь технику, и самое главное – смотреть по сторонам. В секции автоспорта занимаются более 20 юношей в возрасте от 13 лет. Почти у каждого здесь есть именная машина для соревнований. У Марата Мигунова специальный кроссовый автомобиль класса «Супербагги». Его он собрал сам под чутким руководством тренера. На своем баге Марат разгоняется до 140 км в час по грунтовой дороге. Автомобиль безопасный. У него в нем стоит очень много дух безопасности, так называемых. Все трубы, все усилено. Так что страшнее быть около него, чем непосредственно в нем. Когда ты в него садишься, уже ты все. Ты понимаешь, что все хорошо, ты все проверил. Твоя команда механиков сработала отлично. Отрабатывают свои навыки вождения юные гонщики каждые выходные на автодроме ДСААФ. Посмотреть на их занятия может любой желающий. И начало в 10 утра. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова